Присаживайтесь сюда, на ступенечки Жду, конечно, присаживайтесь, все, еще сейчас подождем, вот, все пришли? Здравствуйте, давайте с вами поздороваемся, здравствуй, 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 я очень рада вас видеть. Здравствуйте, сегодня будет необычная история, которая произошла на самом деле, эта история произошла в стране Англии, в одной из деревушек, там были красивые песчаные пляжи, вы были на море когда-нибудь? Вам там нравится? Замечательно, эта история произошла тогда, когда дул сильный-сильный ветер и было холодно, вам нравится, когда холодно и дует сильный ветер? Мне нравится. Да, и однажды в такую погоду летела маленькая птичка, обычный зяблик. Как вы думаете, легко ему было лететь? Нет. Нелегко, а почему было тяжело? Против ветра тяжело, и он очень-очень устал, крылышки у него устали. И тут он увидел открытое окно в одном из домиков. Обычно птички не залетают в окна, да, потому что люди могут их обидеть, да, бывает такое. Но ему ничего не оставалось делать, потому что он очень устал, и он в это окошко залетел. А там жила маленькая девочка, звали ее Кэтлин. Она не могла ходить, у нее больные ножки были. Она сначала испугалась, потому что птички обычно, если залетают, они бьются, об стеглышки хотят вылететь, да. Но она, у нее была в руках печенька, она насыпала себе на столик эту печеньку, и птичка села и стала есть. А потом улетела. И снова прилетела. Как вы думаете, рада была Кэтлин, что у нее появился такой друг? Да. И на следующий день тоже зяблик вернулся. У него уже появилось свое блюдечко, на котором все время лежало что-то вкусненькое. И на следующий день, и на следующий день так же прилетала. Кэтлин была настолько счастлива, что она всем друзьям, которые у нее были, рассказывала про эту маленькую птичку. Но однажды птичка не прилетела. Кэтлин испугалась. Она думала, что кто-то ее обидел, и что-то с ней случилось. А может быть, она даже погибла. Вы бы огорчились, если бы друг какой-то не пришел к вам и не прилетел. Но через неделю зяблик вернулся. Но у нее на грудке была рана. Он где-то зацепился за проволоку, или, может быть, кто-то его обидел. Кэтлин за ним ухаживала. Она ему промывала эту ранку и кормила, очень-очень хорошо кормила. Наша птичка выздоровела. И на улице было уже так светло и красиво, и солнышко светило, и ветра не было, и он упорхнул. Но однажды, когда девочка спала, наша птичка принесла ей красивую яркую ленточку и положила ей на головку. Об этом узнала ее мама. Она вошла, когда девочка спала, и увидела ленточку. Откуда она взялась? Спросила маму девочки. Кэтлин сказала, я не знаю. И тут наш зяблик снова вернулся и принес маленькую шерстяную красную ниточку. Как вы думаете, для чего он приносил ей ленточку или ниточку? Как вы думаете, для чего? Кто может ответить? Ну, как вы думаете? Девочка его кормила, ухаживала за ним, и тут он что-то приносит. Птички умеют разговаривать? А как они могут доказать что-то или сказать спасибо? Да, и наша птичка дарила ленточки и веревочки именно для того, чтобы поблагодарить свою подружку за то, что она ухаживала за ней и кормила ее. Как вы думаете, благодарить важно и вежливым быть важно? Да, и в Библии есть один стих, очень-очень важный. Вы можете прочитать его. Он записан в 1 Фессалоникийцам 5 глава и 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас Божья воля во Христе Иисусе». Как вы думаете, что это значит? За что можно благодарить? За все, правильно, Игорь. За все, что с вами происходит. Даже если это кажется, что это что-то не очень хорошее или грустное, бывает еще хуже. Это не самое плохое. За все, за все надо благодарить Бога. За то, что у вас есть друзья, за то, что у вас есть еда, есть вода, за то, что у вас есть церковь, куда вы можете ходить. А самое главное, кого нужно благодарить за все, что у нас есть? Бога. Бога, правильно. А теперь вы можете у родителей спросить истории из Библии, где люди отдали самое последнее, что у них было, чтобы поблагодарить Бога. А потом мне расскажете. Хорошо? Все, теперь можете идти. Спасибо большое.